Всё равно, когда проходят чередою, И становится короче жизни путь, Не пора ли мне с измученной душою На минуточку плечи отдохнуть? Всё, что было, всё, что ныло, Всё давным-давно уплыло, ныло, ныло. К нам в студию приходят люди, которые помнят слова песни «Когда уйдём со школьного двора наизусть». К нам в студию приходят люди, которые не без основания считают, что «Доживём до понедельника» Это лучший фильм, который был снят о нашей отечественной школе. К нам в студию приходят люди, для которых выражение «Поедем на картошку» означает вовсе не поездку на свою собственную фазенду, А обязаловку, которая была для студентов в каждый семестр, и именно с этого начинался учебный год. Короче говоря, к нам в студию приходят люди, которые помнят всё, что было. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Светлана Юрьевна Кузовкова, которая возглавляет, является директором Брянского городского лицея номер один. Здравствуйте, Светлана Юрьевна. Здравствуйте, Лицея Константинович. Вы согласны со мной, что «Доживём до понедельника» это действительно лучший фильм? Хотя он вот старый, хотя там ещё и комсомолы, и пионеры были, тем не менее. А вот, а лучше-то ничего и не было снято про школу. Да, к сожалению, к сожалению, те ценности, высоконравственные, это фильм обо всём. О дружбе, о любви и о долге учительском. Не случайно в Старой России говорили «Я служу в школе». И вот это вот служение детям, ну, наверное, отечество, если так уж высоко говорить или высокопарно. Кстати, там вот именно в этой песне, которая не прозвучала в фильме, там только мелодия идёт, служит ли старый наш учитель или нет, да, там именно ещё сохранено слово «служит». Не работает, а служит. Служили актёрами, служили и учителями тоже. Прекрасный был фильм. Почему? Почему ничего подобного про нынешнюю школу не снято? Вот в чём вопрос. На который и трудно ответить, да? Да, к сожалению, вот так вот, скандачка, как говорят, действительно трудно ответить. Много было в фильмах. В каких-то хорошие моменты показаны. Действительно, учитель как наставник, как друг. Какие-то показали негатив. Крыш без правопередачи, вот, например. Негатив, как фильм «Школа», который... Да, да, да. И мне когда-то спросили, а Стелина Юрьевна, вы смотрите этот фильм? Я сказала, смотрю. Ну, надо. Я посмотрела весь фильм, как говорится, от начала до конца. И потом я сказала, а знаете, этот фильм о чём? Что всё зло и всё та некачественность личности, ну, наверное, неправильно я сказала, безнравственность, она наказуема. И поэтому надо быть добрее, надо быть ответственнее за то, что делаем. И тогда не будет происходить вот таких трагедий. Да, того, что было и в школе, и в фильме сериале. И этот «Все умрут, а я останусь» тоже совершенно... Ну, почему-то сейчас так модно периодически давать чернуху на экран и показывать именно в таком виде школу. И поэтому с таким удовольствием окунаешься в атмосферу старой советской школы, что вот и смотришь фильмы «Ключ без права передачи», «Доживём до понедельника», «Розыгрыш» и так далее. У нас есть традиция. Мы в начале каждой программы смотрим визитную карточку нашего гостя. Мы постарались в короткую, вот за буквально минуту, попробовать, ну, хотя бы основные какие-то вехи в вашей творческой жизни показать. Давайте посмотрим. Ну, творческая, это слишком громко рассказано. Но всё равно это творчество. Я соглашусь, я соглашусь. Давайте посмотрим. Светлана Юрьевна Кузовкова в девичестве Баева родилась 24 сентября 1962 года в деревне Олень Клетнянского района Брянской области. Мама – библиотекарь, отец – лесничий. Знак зодиака – весы. После окончания восьмилетки в 1977 году поступила в Трубчевское педучилище на факультет начальных классов. В 81-м Светлана поступает на заочное отделение исторического факультета Брянского пединститута. Параллельно преподает в Дядьковской школе. В следующем году переводится на очное. Ещё через два года выходит замуж за Владимира Кузовкова, тоже студента пединститута. В 86-м по распределению молодая семья отправляется в Туву, в посёлок Хову-Аксы, находившийся в 100 километрах от Монголии. Сразу же по приезду у них рождается дочь Евгения. Через два года мужа призывают в армию, и Светлана возвращается на родину. Преподает в Дубровской средней школе. Родится вторая дочь – Полина. Через год семья переезжает в Брянск. Светлана Юрьевна работает в 59-й школе, затем в школе номер 5, сначала учителем, а затем завучем. В 2007 году становится директором 4-й школы. В 2014 году Светлану Юрьевну Кузовкову назначают директором Брянского лицея номер 1. Она – почётный работник образования, награждена медалью за заслуги перед городом. Старшая дочь Евгения служит в Нижнем Новгороде майором полиции в Интерполе. Дочь Полина живёт в Бейруте. У Светланы Юрьевны два внука. Ну и как? Всё не безошибочно? Всё безошибочно, да. У нас всего час длится наша программа, и, в общем, конечно, невозможно поговорить обо всём, обо всём вспомнить. Поэтому какие-то отдельные моменты, может быть, самые интересные, и на мой, и на ваш взгляд. Вообще, для начала вопрос такой. А как вы считаете, у Константина Симонова была такая книга «Солдатами не рождаются». Он за неё премию получил. Как вы считаете, а учителями рождаются или нет? Что касается меня, то нет. Знаете, когда у меня вот такой цели, детской цели, быть учителем не было. Это как-то, наверное, прошло через моё восхищение учителями. Я училась в оленской школе. Какое хорошее и красивое название. Олень, да. Вот если ещё обратить внимание на то, что не олень, а олень, от слова алый, да, вот какое-то милое и красивое название. Дело в том, что там, наверное, вам известно, как в будущем, в прошлом археологу, есть там поселение совсем дальнейшее. Археолог, это сильно сказано про меня? Ну, в исторических факультетах там все археологи. В прошлом, да. В прошлом, как говорится, не бывает. И там ещё поселение именно почерской культуры. И так смешаны языки. Столько древнеславянских слов, именно славянских, польских, украинских, белорусских. Это особый язык. Но в нашей школе работали учителя, которые заканчивали в Москве рабфак. Это семья. Гришин Николай Николаевич и Марья Кондратьевна, его супруга. Он вёл русский язык, а он, вернее, Марья Кондратьевна вёл русский язык, а он был историк. Потом замечательный директор был физик, химик, Тамара Артёмовна Шпакова. Такой контингент учителей. Я бы их почти всех взяла сейчас бы к себе на работу в лицее. Они были интеллигентными людьми, несмотря на то, что жили в сельской местности. Некоторые даже не держали хозяйство. Они были полностью в учительстве. Каждое лето выезжали в Санкт-Петербург, в разные города. Они несли вот ту культуру. Школа была тем культурным центром. Мы ставили спектакли. Сколько книг было перечитано в библиотеке. Означает ли это, что сегодня учителя всё-таки уступают тем довишним? Вот я не скажу по уровню образования, наверное. Конечно, сегодня, наверное, научно-технический прогресс и так далее. Все эти гаджеты, все эти интернеты черпать можно отовсюду. Но, как говорил тот же Жванецкий, да не надо мне лезть в интернет. Я из головы всё беру. И это, во-первых. А во-вторых, та самая внутренняя культура, которая была присуща тем учителям из раньше. Был особый какой-то пласт учительства. Особый пласт. Я так бы назвала. Дети и учитель. Значит, сейчас у нас больше даже контактов. Тогда учитель был так высоко, что мы иногда боялись что-то спросить. Но они нам рассказывали сами. От Николая Николаевича, например, Гришина, я узнала, где стоит первый памятник Карлу Марксу. Что на его открытии присутствовал Владимир Шеленин. И он там это узнал, будучи студентом РАПФАКа, бегая так, подслушивая все экскурсии, которые там проводились. Много вот таких личных воспоминаний. Но они не касались какой-то бытовой. Они носили такой интеллектуальный характер. Это называется учить собой. Да, учить собой. А скажите, а самая первая школа, самый первый урок, где у вас состоялся? Как учителя? Да. Ну, конечно, здесь огромную роль сыграло Трубчевское педучилище. Да. Это самое лучшее, я считаю, педучилище в то время. Оно давало замечательную практику. Большинство моих коллег, вот, например, мой первый заместитель, заслуженный учитель России Татьяна Петровна Марусова, она выпускница Трубчевского педучилища. Директор 6-й гимназии Корниенко, это тоже выпускник Трубчевского педучилища. Кузница, кузница. Кузница, кузница. Директор 3-й школы, выпускник Трубчевского педучилища. И многие люди, которые, путь именно указала им Трубчевское педучилище. Нас там учили всему. От выразительного чтения, как избавиться от фрикативного брянского «гэ», вот, как стоять, как держать указку. И сначала первый урок у вас был именно в начальной школе? Да, в начальной школе. У нас была базовая школа, у педучилища была своя школа. Там работа, да. Нас учили работать и в малокомплектной школе. Нас учили играть на инструменте. Мы пели, вот там была фотография в школе, в хоре. Это обязательно было хор, это был предмет. Мы же были специалисты многопрофильные. Готовили нас, как сельских учителей, которые придут в сельскую школу и могут до 9-го класса вести все предметы. Вот так. Потому что народу мало. Да, народу мало. И в основном-то тогда объединяли первый, второй и третий класс в малокомплектной школе. А какие были дети? В малокомплектной школе? Вот если сравнить... Опять же, я все провожу мостки какие-то, пытаюсь. Как мы дошли до жизни такой? Как мы от доживем до понедельника пришли к фильму «Все умрут, а я останусь». Что с детьми? Детей сейчас полным-полно и очень хороших. Да. Естественно. Но вот то, о чем мы с вами говорили перед эфиром, перед началом, да, я закончил достаточно бандитскую школу. Первая школа, при всем при том, что она котировалась, да, но это была «Макаронка». А тогда, это были 70-е годы, начало 70-х, это достаточно разгул бандитизма был, в общем-то, в Брянске тогда. Пока не навели порядок. Ну, то есть район на район, и все эти вот потасовки, драки и так далее. Но в школе Иван Яковлевич Маслов, директор, который, большой Иван, его прозвище было, он держал всех вот так. Меня неоднократно просто не пускал в школу, отправлял в парикмахерскую. Длинные волосы. Да, длинные волосы, сейчас трудно представить. Но мы там не могли, пацаны, не могли себе позволить употребить матерное слово в присутствии наших девчонок. Это вообще, ну, он был бы подвергнут астракизму, просто этот человек, который бы что-нибудь такое сказал. Это на полном серьезе, в отличие от сегодняшней школы, где на этом языке разговаривают. Ну, это, я считаю, что несколько повлияла перестройка. Да. Когда? Ну, что будем скрывать? Перестройка была выпущена, многие, амнистия произошла. Потом вот это вот поколение бородков и сленг тюремный, он потихонечку влился в манеру разговора. Вот такая экстремальная несколько, я считаю, обстановка, в которой жили не только взрослые люди, но жили и дети. Я работала в те 90-е годы, когда дети оставлены. Я на речи. Спасибо. Когда дети были оставлены, а родители работали черноками. Вроде бы зарабатывали денежку, но мы кормили таких детей, богатых родителей. Они были голодными, потому что они были одни, те деньги, которые давали им, они проедали сникерс, маркс, маркс, это были излюбленные всех конфет. Это конфеты, это считалось престижным. Конечно, маркс, я помню прекрасно. Я просто так поеду, извините. Карлсон, Энгельсон, анекдот такой был. Это точно, вы очень точно подметили. Я думаю, что это время привнесло вот такой отпечаток. И когда вот это можно. А потом как-то, уж простите, телевидение подхватило на нормативную лексику. Вначале просто слова, которые считались. Еще, наверное, стресс был какой-то у народа в 90-е годы. Вот это стресс, который у нас по старинному русскому обычаю без мата никак не перенести. Такой вот стресс. Наверное. Светлана Юрьевна, я хочу сейчас окунуть вас в то время, когда вы поехали по распределению никуда-нибудь. Вот у меня было распределение. У меня была жена, у меня родилась дочка только что. И меня распределили прекрасно, благополучненько, прямо рядом с домом, 54-я школа, где я познакомился с Антониной Семеновной Потаповой, директором. И я там преподавал до того, как был призван в армию. Но вас-то распределили. Вообще, вот я хочу сейчас показать фотографию, попрошу. Вот, это школа, да? Да. Это вот школа, которая находится в поселке... Хавуаксы, это республика Тыва, нынешняя тогда Тува, в 100 километрах от Монголии, в 100 километрах от города Кызыл. На каком языке там разговаривали? На тувинском языке, но там очень много русских детей было. И классы были смешанные, которые учились с первого класса русские и тувинцы вместе, обучение шло на русском языке, и тувинские классы чисто, где обучение с первого по третий класс было на тувинском языке, русский был как предмет, и они приходили в четвертый класс. А что же это за распределение такое? Из Брянска на край света? Ну вот, как-то так, в тот далекий 86-й год приходит к нам на ИСТВАК такое распределение, значит, в Красноярский край и в Туву. Естественно, моя дочь, Женя, должна была родиться, ну и родилась 21 июля. Распределение, вы понимаете, в мае, когда еще перед выпускной последней. То есть вы туда приехали? И на второй день у меня родилась Женя. И вы там остались? Да, мы там остались и жили там два года. Это были замечательные годы. На каком языке вы разговаривали? Потом они же все это самое, да? Да, когда я пришла, я один год побыла в декретном отпуске, Владимир Михайлович два года работал. Школа была в поселке, это поселок, там хавоксы добывали кобальт. И школа такая была городская, у нас резная дверь стоила 2000 рублей, и у нас была уже видеокамера. О, конечно. Какой богатейший комбинат, тувакобальт. Их всего было два. Один был на Кубе, социалистическая интеграция, а другой был в Туве. А что касалось других каких-то металлов, их хоронили. Просто добыча, они и сейчас там идут. Вот, и когда я вошла в класс, ну как меня учили в Трубчевском педучилище, потом на эстфаке, мои преподаватели-методисты, вы должны слова объяснить. Дети, что вам непонятно, разобрали. И тут поднимается рука, и ученик мне говорит, башка, башка это учитель. Вот если хотели, обращались всегда, не говорили Светлана Юрьевна, говорили башка. Если хотели попрошайничать, говорили башка, Светлана Юрьевна, ну то есть, пойдите навстречу. Башка, а что такое в сторону, а что такое вскочил и так далее. И вот здесь начальная школа и методика. Вот это закалка. Это пригодилось. У нас еще есть одна традиция, Светлана Юрьевна, это маленькие сюрпризы, которыми мы будем вас радовать на протяжении нашей сегодняшней встречи. Давайте посмотрим первый из них. О Светлане я могу говорить только с самой-самой хорошей стороны. У нас уже на первом курсе сложились с ней довольно-таки прекрасные дружеские отношения. И уже с самого начала было видно, что это очень жизнерадостный, целеустремленный человек, но с твердым характером. Благодаря ему она и достигла тех успехов, которые сегодня у нее есть. Я ее сердечно поздравляю с этими успехами. Как я уже говорил, Светлана – очень хороший дом. Я, когда приезжаю в Брянск, то всегда останавливаюсь у них и чувствую себя как дома. А дома у них всегда очень хребосонтые. Она одна из немногих, кто не изменил своей профессии и верна до сих пор той стезе, которую выбрала. И которая началась с 1986 года, так же, как и у нас, у них свободе в республике Това. Ну, мы видим до сих пор Светлана верна этой профессии. Я еще раз хочу поздравить ее со всеми ее успехами, с ее юбилеем и пожелать ей всего только самого-самого-самого. Вот такой сюрприз. Да. Это ваш друг, старый друг? Это старый друг Коля Воронин. На пятом курсе он был комсоргом курса у нас. И я его очень уважаю и люблю. Он остался уверен учительской профессии, и он стал сельским учителем. Это здорово. Его родители учителя, мама, отец был заучим в городе Почепи, мама учителем. И вот он, ну, разные у каждого были пути. Кто-то стал прокурором, кто-то стал коммерсантом. А он стал сучителем. Не все пошли по профессии. Ну что же, Светлана Юрьевна, у нас будет впереди еще несколько сюрпризов специально для вас. А пока что мы прервемся на рекламу. Буквально полторы-две минуты, и мы вернемся в нашу студию. У нас в гостях директор первого лицея Светлана Юрьевна Кузовкова. И мы продолжаем наш разговор. Итак, вы поработали, получили, что называется, закалку в таких... Ну, я понимаю, что там, конечно, богатый комбинат был и так далее. Но, тем не менее, когда вы мне рассказывали про эту школу, когда вы зашли и просто задали себе первый вопрос. А как я их буду отличать? Да. Вот это, наверное, одно из тяжелых таких испытаний было. Действительно. Но потом вернулись, вернулись сюда. На Брянщину. На Брянщину, да. И вот тут мне бы хотелось узнать по поводу вашей уже учительской работы здесь у нас. Какой самый, вот вы могли бы до того периода, когда были назначены, до того времени, пока были назначены директором первого лицея, какой вот на скидку самый яркий момент вы можете сказать? Я начну с того, что один из гостей, не помню, какой передачи, он отсидел в концлагере и так далее у него, и спросили, какие годы у вас были счастливы. И он сказал, ну, знаете, 36-37. Вот так. Когда я был молодым, казалось, что все впереди. И были вот такие определенные надежды. Наверное, самые вот такие творческие, я бы сказала, годы мои, как учителя, были в пятой школе. Меня очень любили там ученики. Я была молодая, интересная. Ну, определенный эстфаковский антиоризм присутствовал. Еще в то век, когда я работала, ко мне пришли на урок, похвалили меня. Сказали, ну, может, вы еще открытый урок дадите? Я сказал, ну, приходите, у меня вообще все уроки открыты. То есть, вот... Вы там были на хорошем счету, да? Да, да, да. В Туве я давала открытые уроки. Ну, как там собрался вот именно молодежный коллектив. Мы примерно все были ровесники. Кто-то чуть старше. Наши друзья, вот, Лариса и Сережа, ей было 27 лет. Значит, мне было 24 года. Ну, вот, именно вот такая разница. И поэтому, вот, в пятой школе в то время был такой основательный пласт учителей, которые меня многому научили. Они меня очень хорошо приняли. Я не знаю почему. Вот, и я даже считала, что меня любили. Мне даже... Вот, Инна Георгиевна Макарова, к сожалению, значит, ее нет уже в живых. Заслуженный учитель России, москвичка, которая переехала в Брянск, строгая, аккуратная. Я смотрела на нее с обожанием. Ну, это вот моя какая-то любовь к учителям, к их облику. И вот к таким Зоя Алексеевна Усова, вот, это математики, Валентина Григорьевна Козлова, Ирина Сергеевна Чемотова, ну, и, конечно, директора Валентина Васильевна Балашова, который вот настоящий директор для меня был. Она учила меня в то время быть директором, хотя я этого не понимала. Вот, это был самый яркий... Как будто бы знала. Как будто бы знала, что я когда-то стану директором. Она мне в 34 года назначила заучим по тем временам. Это было как-то так рановато, называется. Но, тем не менее, тоже закалка. Скажите, Светлана Юрьевна, а если мы копнем немножко пораньше и окунемся в атмосферу, которую мы прошли с вами, так сказать, в разные годы? Это наш эстфак. Ну, я, правда, заканчивал историко-английский. Такой экспериментальный был выпуск три года. То есть, когда студентов толком не учили ни истории, ни английскому, а так, все до кучи, эксперимент. Такую ставили на нас. А вы уже чисто исторически. Но, тем не менее, это были одни и те же преподаватели. Да, конечно. А что это были за годы? Ну, ведь, в принципе, студенчество есть студенчество. Это общага, да? Да. Это общага, это и археологические раскопки, и картошка, и через все это вы прошли. А самое яркое воспоминание о преподавателе в институте? Вот интересно. Вообще, когда я начала говорить о пятой школе, это именно учительское воспоминание, вот такое яркое. А что касается вот моей жизни, то самое яркое, конечно, это студенческое воспоминание. Перед училищем было как бы продолжением школы. Там вот была такая семья. Ну да. А ИСТФАК, это было нечто, а наш курс, мы дружим до сих пор, мы встречаемся каждые пять лет и собираемся почти всем курсом. У нас такие были замечательные встречи с преподавателями. У нас такое было, я бы сказала, студенческое братство. И когда моей дочери в Санкт-Петербурге сказали, там, вот моя мама встречается с своими друзьями, она говорит, а что она заканчивала? Говорит, ИСТФАК, да это же мафия. Опа. Значит, каким образом мафия, то есть если это человек с ИСТФАКа, для меня это вот... То есть в хорошем смысле. Да, 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 что это как бы член моей семьи. Здорово. Я так воспринимаю. И мне очень приятно, что вот преподаватели, которые меня учили тогда, они просто некоторые даже были старшими преподавателями, даже не профессор, как сейчас Семен Федорович Балминал, тогда просто был старший преподаватель. Одни и те же преподаватели у нас учили. Да, конечно. Давайте-ка посмотрим сюрприз. Я вспоминаю Светлану Юрьевну как студентку, прежде всего заочное разделение. И так получилось, что заочную она перешла на очное обучение. Вы знаете, обычно все наоборот. Какой-нибудь слабый студент, который, ну, что называется, не тянет, не успевает, переходит на заочное и там как-то в облегченном варианте завершает свою учебу. А здесь было иначе. И вот перейдя на дневное отделение, Светлана Юрьевна показала себя весьма сильной студенткой. Но мало того, она включилась в общественную работу с 80-х годов. У нас на факультете, ну, буквально кипели деятельности общественной организации. Вот она была одной из видных фигур в этом такой веселом, буйном студенческом котле забот, суеты и всяческих дел. Так что, я, конечно, не помню всех деталей, но какое-то такое общее впечатление, образ активной студентки и слабой студентки. Вот у меня так и остается в памяти. Ну вот, Александр Михайлович Дубровский, который, в принципе, сделал акцент на том, что вот для него это стало откровением, что студентка перешла обычно не с очного на заочный, как переводится, а с заочного на очный. Это действительно вот был своего рода подвиг, как он считал. Знаете, как произошло? Ну, я все время была таким человеком с активной позицией. И, как моя двоюродная тетя Валентина Михайловна Моликова сказала, что Баевы никогда не были отличниками, но они всегда были, всегда учились на 4-5, были всегда активными, интересными людьми. Но это она про родственников недавно мне сказала. И меня почему-то заметили два человека. Юрий Степанович Карпиленко, декан. Царство Небесное. Да, Царство Небесное. И Царство Небесное Дмитрий Алексеевич Селефонов. Вот, один был декан, другой замдекана. И вот они начали меня, ну что ты делаешь там в Дядьково? Учишь этих маленьких детей? Ну, надо учиться на эстфаке. Надо здесь, здесь так интересно, здесь так здорово. Для меня это тяжело было расстаться, потому что там уже был определенный круг родителей, которые... Я там два года отработала в Дядьково, выпустила третий класс, и некоторые уже пришли на меня, как на молодую учительницу в первый класс. Я отучила их в первый класс. Сорок человек в классе у меня было, я их научила читать и писать. И когда я приехала в Дядьково, значит, сессии, мне говорят, вы того что, Светлана Юрьевна, вы нас бросаете? И вот мое сердце так это разрывало. С одной стороны, предложение, то оно же заманчиво. Стать снова студенткой. Дома поощрили мое вообще стремление к учению. И у нас все мои... Вот у нас... У меня четыре сестры, нам всем родители дали высшее образование. И это у нас считалось таким... Мама, не получив само высшее образование, отца было высшее образование, она переживала немножко. Я понимаю, что немножко у нее такой был комплекс, как это она имеет высшее образование. Хотя у нее было хорошее образование. Разве это имеет значение, скажите? И вот она всегда стремилась, чтобы мы учились. Это одним из лейтмотивов было нашей даже как-то семьи. И вот это учиться на эстфаке. На эстфак поступить всегда было сложно. Надо было сдать иностранный язык. Надо было сдать литературу, историю, русский устный. Это довольно серьезные экзамены, которые показывали такую подготовку. Но у меня все экзамены сданы были, кроме немецкого языка, на пять еще там в педучилище. Поэтому они так, естественно, посмотрели. И все-таки эстфак меня переманил. Я написала заявление об уходе и пришла уже учительница. А там сидели некоторые студенты, десятиклассники, я имею в виду, которые пришли. Но таких, как я, уже прошедших вожатскую школу, армию, было много. И настолько интересные люди. Это и агитпробеги, агитпригады, какие-то беседы в общежитии. И приходили к нам преподаватели. Иси Владимирович Золотов, а Александров. Мы его обожали. Мы оставались после занятий и слушали продолжение семинаров. Вот настолько он как-то к нашему... Мы недавно разговаривали с Александром Михайловичем Дубровским. И, увы, сошли с ним. Ну, история достаточно так покрыта, скажем, некой завесой такой тайны. И, в общем, конечно, если бы это все происходило в настоящее время, то он бы мог достичь очень многого Александра. Конечно. Потому что он вынужден был уйти. По каким причинам? Эта история умалчивает. Но мне говорили, что кто-то на него настучал. Потому что он брал материалы для своих лекций. Не из тех источников марксиско-лининских, которые предписывались. А он, на минуточку, он брал материалы. Он же вел у нас спецкурс по фашизму. Он брал материалы переводные из венгерских журналов. Что это вообще? Можете себе представить? В советские времена из венгерских журналов... А что такое Венгрия? А Венгрия — это 1956 год. Там всякие события. Бог его знает. Да, да, да. И вот поэтому... Да, но можно... О Бестфаке можно очень долго вспоминать. Поэтому давайте мы сейчас посмотрим еще один сюрпризик. Светлана Юрьевна, я знаю уже больше 25 лет. Она пришла к нам в пятую школу, когда я учился в седьмом классе. Преподавателем истории. И запомнилась сразу тем, что она была не такая, как все. При том, что в то время в школе был такой дух еще, скажем так, советского времени. Она отличалась тем, что она была модерновая. Она была креативная. У нее был лучший мутубик в луке. У нее был замечательный эффект. Она очень красивая женщина. У нее чувство юмора прекрасное, которое я до сих пор вместе с ней. Она очень хорошо держала класс. Она могла заинтересовать. И при моей любви к истории с детства, она эту любовь во мне, скажем так, культивировала. И до сих пор это хобби, оно со мной. И в этой жизни мне очень помогает. Она очень интересный человек. Она любит умных людей. Умные люди отвечают в этом взаимностью. Замечательный собеседник. Столько лет общаясь с ней, я всегда удивляюсь тому блеску, который в ее глазах. То, что энергия, которая в ней всегда была, она в ней с каждым годом только увеличивается и растет. Мне очень нравится, что в нашем городе, вообще в моей жизни, есть такие люди, которые могут быть образцом в поведении, быть образцом в общении с людьми. Все мои одноклассники, я и в нашей школе, я знаю, что она о многих оставила прекрасные воспоминания о себе, как о человеке, как о преподавателе прежде всего. И вот это, у нас никогда не было с ней дистанции между учеником и учителем, не было этого щенячьего взгляда, который должен предполагаться снизу вверх. А всегда это было, она пыталась эту традицию между нами снивелировать. И всегда это приносило самые замечательные плоды. Я искренне желаю Судане Юрьевне процветания, здоровья, развития всех этих моих замечательных качеств. Пусть всегда улыбается судьба, она замечательная человека, я благодарю свою жизнь и ее тоже, что вот так получилось, мы до сих пор общаемся. Я желаю огромного счастья. Тараса мы нашли в пенсионном фонде. Это ваш бывший ученик по какой школе? По пятой школе. Вот смотрите, он сказал там, во-первых, ученик отметил отличную фигуру учительницы, то, что она ходила на высоких каблуках, то, что не было дистанции между ней, и ему не приходилось включать и другим ученикам тоже щенячьего взгляда, как он выразился. А вот за это вот, наверное, не все бы вас одобрили. Ну да. По тем временам. Ну, наверное. Но что касается каблуков, я еще пять лет маме на лодочке сносила. Ну, уж носить их было невозможно, тайно от мамы. Что касается вот такого, я никогда не допускаю фамильярности, но я всегда уважаю ученика, его чувства, его стремления какие-то. И я начинаю с того, вы такой хороший, как вы могли поступить плохо. Это моя вот такая фраза, с которой я начинаю ругать своих учеников. Потому что, если начинаешь сразу сходу что-то говорить, включать, там, вот, я начинаю, как вы, я вообще не могу представить, что вы можете так поступить. Да. Ну, наверное, это как-то... Это здорово. Это здорово, когда столько лет прошло. Это не помогает. И вот такие хорошие слова говорят. Спасибо. Говорят, как ни странно, я вот в школе проработал всего два с половиной года, но иногда приятно, когда вот встречают ученики, здороваются и говорят какие-то добрые, хорошие слова. Странно, но приятно. Мы прервемся сейчас еще на пару минут. После рекламной паузы мы вернемся и продолжим наш разговор с директором первого лицея Светланой Юрьевной Кузовковой. Светлана Юрьевна Кузакова у нас сегодня в гостях, директор первого лицея. Мы сегодня говорим о всем, что связано с преподаванием, с учениками, с учителями и так далее. Четвертая школа и вы директор. В каком состоянии вы застали эту школу? Я знаю, что вам пришлось поработать чуть ли не в прямом смысле за вхозом. То есть школа была в аварийном состоянии. И это было заметно со стороны даже, в общем-то. И вот эта школа что вам дала? Вы знаете, когда Тамара Владимировна Карбановича, она была начальником управления образованием, вызвала меня к себе в качестве кандидатуры на пост директора, было две школы. Пятая школа, Ирина Сергеевич Мутова уходила на пенсию, и четвертая школа. Она у меня спросила, в какую школу вы хотели бы пойти? Я сказала, в четвертую. Она сказала, почему? Для меня очень немножко болезненным был переход из учителя в завучу в пятой школе. Я была подруга, я была светочка для многих. И вдруг я становлюсь завучем, и немножко другая, другие отношения. И мне стало грустно тогда. Ирина Сергеевич Мутова, которая потом директором работала, сказала, «Ну что, Светлана, власть предполагает одиночество». Это вот фраза, я ее обдумала, я действительно поняла. И дважды входить в одно и то же состояние мне не захотелось. Я никогда до этого в четвертой школе не была. Вот для меня, я знала, что там где-то на Горького есть четвертая школа. Там есть памятник. Да, памятник Горькому. И она математическая. И что она сильная, еще что там играют хорошо в баскетбол. Это была самая престижная школа, когда я приехал в город. Да, да. Считалось. В 1972 году я приехал. Там такие замечательные люди работали. Я с ними до сих пор дружу. Это, прежде всего, Нина Семеновна Оленичева. Это Нина Владимировна Кусачева. Это Рейда Алексеевна Копьева. Это ее дочь Алифтина Николаевна Копьева. И это действительно, я бы сказала, камерная школа. Вот эта камерность вот того коллектива, который там был. Вы же там и преподавали тоже, да? Да, да, да. И преподавали, и окна вставляли параллельно. И поднимали, и полы научились, и с бригадами разговаривать. Вот это вот совмещение, это не каждому дано. Наверное, знаете почему? Все-таки в моей жизни огромную роль сыграла моя бабушка. Пелагия Алексеевна. Фотография та, я с своими девочками, когда они маленькие были, мы проводили целый месяц там. Это был закон, что надо было поехать к бабушке. Бабушкины братья все и мой дед погибли на фронте. И она осталась со своими родителями одна, которые быстро ушли. И моя мама. И вот они одни. И вот они прожили такую жизнь трудную, но, с другой стороны, без подвизническую. Никто раньше моей бабушки не выкапывал свой огород. И вот если у кого-то хуже, чем у бабушки, ей это, в общем, не давало покоя. И, наверное, вот мы как... Я приезжала, и она мне говорила, так, есть дело. Я говорю, какое бабушка? Будем строить там калитку, еще что-то. Ну, то есть задатки у вас были. Как Карпиненко сказал, в начале у нас на ИСФАКе были интеллигенции, потом пришли разовощекие сельские дети. Мы думали, что ИСФАК пропадет, а оказывается, они тоже оказались хорошими студентами. Так, наверное, и в жизни. И у нас сюрприз. Да. Дорогая Светлана, мне очень приятно, что есть у меня возможность сказать несколько добрых слов о тебе, как о моей подруге со студенческих времен и до сегодняшнего дня. Ты такой человек и человечище, который, несмотря на то, что со стороны ты кажешься очень строгой, организованной, сдержанной, ты очень человек с большой мягкой душой, которая до сегодняшнего дня помнит те пожелания, которые тебе высказывала твоя бабушка, и их выполняешь. Тебе хватает искренности и любви на всех, кто прикасается к тебе в своей жизни. Мне повезло в моей жизни, потому что вместе с тобой я могу искренне и посмеяться, и поделиться какими-то своими печальными мыслями. И самое главное, что ты всегда поймешь и поддержишь. Мне радостно, что у тебя появилась возможность проявить себя в этой жизни во всех своих талантах и профессиональных, и человеческих. Привет тебе от всей моей семьи, от наших однокурсников и однокрупников. Вот тоже о бабушке сказала, Лариса. А вот приятно, я просто был на вашем месте, и приятно, когда появляются люди, которые вроде бы и знакомы тебе, и все это, а говорят такие вещи, которые, в общем, в глаза тебе и не скажут, наверное, да? Ну да. Здорово это. Я сейчас хочу перейти уже ко дню нынешнему, и как вы ощутили себя, когда вас назначили в самое, что там говорит, грехотаит, самое главное учебное заведение среднее в нашем городе. Вот первое ощущение. Что это было? Ну, меня встретила Татьяна Петровна Марусова. Она целый год, когда не было директора в лице, но был такой период. То ли не могли найти кандидатуру, кто-то не соглашался, и я тоже не сразу согласилась, наверное, это шло месяца три, и мои друзья-директора говорили, зачем тебе это надо? Электрику поменяла, окна поменяла, все укрепила. В четвертой школе. Конечно, да. Сделать школу, отремонтировать ее целиком и уходить. Я же собрала там еще молодой коллектив. Вот именно, да. Да, это три мои ученицы, они такие умницы, такие замечательные, учитель русского языка, учитель истории, учитель технологии. Вот это я их привела из пятой школы. Ну так объясните, я хочу понять чисто по-человечески, в чем дело, чего же вы... Почему я вдруг ушла? Да. Во-первых, выросла Елена Александровна Шатковская, мой заместитель. А я когда пришла, она была учителем. И вот я почему-то увидела ее, и я решила, что вот Нина Семеновича уходила в центр ЕГЭ, оценки качества. И я сразу решила, что вот такой мне нужен заместитель, математик, строгая. Такая требовательная, эмоциональная, но всегда исполнительная и тщательная. Вот во мне тщательность, интересно, это присутствие, это такое не всегда. Да и я всегда восхищаюсь людьми, которые умеют скрупулезно и тщательно вести подсчет часов, там, графика и все остальное. У меня рождаются идеи определенные. И, естественно, вот такие люди, они незаменимы. Вот. И она выросла. За это время мы семь лет отработали, с ней мы отработали шесть лет. И последний год я почувствовала, что она уже выросла до такого хорошего уровня. Что может стать директором. Что может стать директором. Это когда мне стали настоятельно, ну, предлагать. Я подумала, ну, пусть Елена Александровна будет директором. Она до этого двадцать лет уже отработала учителем математики. Она знала эту школу изнутри. И она бы сохранила эту камерность школы. Это что касается нее. Я сейчас говорю о вас. Я человек, как вам сказать, наверное, вот я какое-то сделала одно дело. Мне хочется... Это в народе называется неугомон. Неугомонный, да. Вот это все. Мне становится неинтересно. И вот последний год в четвертой школе я ломала голову над тем, мне нужна была новая идея. Ну, что-то развитие. Вот мы дошли до определенного количества. Школа выросла на двести с чем-то человек. И пришла пятьсот семнадцать. И уходила семьсот тридцать уже было. То есть новые кадры, ну, ремонт и все остальное. Конечно, камерность, которая традиции школы. Вот этих, я называла, это три кита, три столпа. Значит, Двинина и Рейда Алексея Накопьева, которые вот составляли основу школы. И что-то в математической школе придумать какую-то, как дети говорят, сейчас фишку было трудно. Ну, может, я плохо думала. Это тоже может быть. И, наверное, доля авантюризма... Вот именно. Вот, вот, вот к чему я веду. Доля авантюризма была в том, ну а что? Про лицей мы еще скажем пару слов, конечно. И я сейчас хотел, не могу... Пойду и попробую. Да. Вот именно. Авантюризм, неугомонность и неуспокоенность постоянно. Что касается вот визитной карточки и ваших детей, ваших двух очаровательных дочерей. Вот я сейчас попрошу показать фотографии. И вот. Вот, посмотрите, дорогие друзья. Я вот фотографию просто, да, вот это вот Светлана Юрьевна со своей дочерью Полиной на ее свадьбе. Вы посмотрите на эти модели. Вот прокомментируйте, пожалуйста, эту фотографию. Ну, традиция на восточной свадьбе, что... Это Бейрут. Это Бейрут, да, это Бейрут. Традиция на восточной свадьбе. Мой зять Ливанец, что вначале выводит в традиционном танце жениха, а потом мама невесты выводит, значит, невесту... Вот можно следующую показать фотографию. Это вот, это тоже со свадьбы. Вот такой финал у свадьбы это было. Вы посмотрите, вот просто, вот, что касается дочки, да, вот я когда, я нашу фотографию, просто показываю всем, и говорят, посмотрите, вот у Светланы Юрьевны дочка это настоящий Голливуд. Просто, вот, самая настоящая модель. Ну, и зять хорош. Бейрутис, да? Он Ливанец. Ливанец, да? Ливанец, да. Рамзи, Трабусин. А вот это уже... А это Евгения, вот, она майор полиции. Ни много, ни мало. Да, в Нижнем Новгороде работает в Интерполе, работает на двух языках. Закончила университет МВД на французском и английском. Французский она выучила. Вот так. Потом, и работает по экономическим преступлениям. Ее фотография находится, там не УВД, а как-то по-другому немножечко, и в министерстве она на очень хорошем счету. Интерпол в Нижнем Новгороде. Да. Ну, а это уже вы. Это я. Это еще одна иллюстрация неуспокоенности, неугомонности. Это вы на чем сидите? Вы сидите? Такой снегоход. На снегоходе. Да, всего-навсего на снегоходе. Решила Светлана Юрьевна в редкие часы досуга прокатиться. Ну, я еще летала на воздушном шаре в Брянске, и на мотоцикле с моторчиком я все время забываю, как он называется. Я почему-то не удивляюсь этому. Итак, еще несколько слов про лицей. Да. У лицея есть хорошие традиции свои, какие-то устоявшиеся. Что-то, ну, прямо скажем, вот такой фундамент, который был заложен Антонина Семеновна Потапова, в честь и хвала, и которая, в общем, этот лицей целиком, я бы сказал, это ее заслуга вообще. Да, она пробила это. Это потрясающе, что у нас, ну, вот такое вот уникальное заведение. Я когда первый раз туда пришел, я подумал, что вот в таком заведении хочется учиться. Вот оно радует глаз, там приятно находиться, там какая-то аура есть, и действительно вот хочется, хочется грызть. Гранит науки, как говорили, да? Да, гранит науки, хочется. И я смотрю на этих детей, и я вам говорил перед началом эфира, что внучка мне сказала, она сейчас туда ходит, и она сказала, что, дед, ты знаешь, я ни разу не слышала ни одного нецензурного слова вообще в лице и в этих стенах. Это здорово тоже. Но вернемся к тому, что вот есть фундамент, есть традиции, и каково было приходить в этот монастырь? Знаете, как вам сказать, легко было с той стороны, что я пришла директором. Если бы я пришла с должности заучи, мне было бы очень сложно. А так как все-таки за 7 лет я научилась командовать, иногда это мешает в личной жизни. Вот потому что, да. Я уже пришла директором, который привык принимать решения и нести за них ответственность. Что я увидела? Я увидела талантливых людей. Я очень люблю умных людей. Это сказал Тарас. Не знаю, почему это так совпадает. Ну, наверное. Значит, они непростые, с ними трудно, но с ними можно делать дело. Не люблю пустых и показушных людей. Я, коллектив ко мне тоже присматривался. Я пришла со стороны, вдруг пришла в лицей. А лицей для каждого там, он как перл. Ну, конечно. Судьба многих людей, которые пришли, выросли в лицее, достигли определенных высот. У них уже ученики, которые превзошли, как Пушкин в своих учителях. И вот то, что заложено Антониной Семеновной, оно сохраняется. Вот мы уже долго думали. Сейчас много инновационных учебных заведений, замечательных. У нас есть еще два лицея в городе. Есть семь гимназий в городе. Но задача сейчас поставлена оставить лицей классическим. То есть мы не отрицаем инновации. Мы идем в ногу со временем. Но вот тот стиль, дух, и как Антонина Семеновна Курасова сказала, камни с неба, а лицеист идет, а не бежит. Вот эта вот вышкаленность наших мальчиков, вот такая вот красота и обаяние наших девочек. Да, требуем школьную форму. Но как умеют носить школьную форму лицеисты, ну нигде не умеют. Это точно. Ну нигде так не умеют носить форму школьную. Мне кто-то так соревновательно сказал, ну как официант с бабочкой. Да нет, как джентльмен. И вот сочетание ума, таланта и служения. Уже вот у них есть лицейское братство. И самое главное, еще там пятиклассники из разных школ приходят, у них там у кого-то айфон, другой у кого-то, что это так быстро проходит. А значит, и вот этот не кто ты, а кем ты стал. А я победитель Олимпиады, а я конкурса, а я пою, а я танцую. Хорошая конкуренция. Хорошая, здоровая конкуренция. И если кого-то забыли, там или грамота не то, или что-то, это даже слезы. Как это так, обо мне не вспомнили. Поэтому Татьяна Петровна в этом плане, она каждого. Вот не забыть каждого, похвалить каждого заслуженно. И не надо хвалить за какие-то мелочи, а именно ставить большие цели и идти. Ну и на минуточку результаты. Самые высокие показатели где у вас? У вас учитель года буквально. Сегодня, конечно, у меня очень приятно было. Клюев Юрий Александрович, я в этом году, можно сказать, заставила, но нельзя человека заставить. Значит, где-то подсознательно он об этом думал. Я не говорю, что у меня есть дар провидения, так как я говорю. Но иногда я могу как-то предугадать события. Я сказала, вы пойдете и вы победите. Он пошел и победил. Он пошел и победил. С помощью его взрастил лицей. И он часть лицея. Он часть той культуры лицейской. И, наверное, это сегодня было продемонстрировано с песней «Магомаево море». Вот эта вот широта и глубина. Это все, что касается лицея. Я бы сказала, широта и глубина. Светлана Юрьевна, у нас время наше так незаметно быстро подошло к концу. Я бы хотел закончить нашу сегодняшнюю встречу тем, с чего мы начинали. Во-первых, вспомнить песню из фильма «Доживем до понедельника». И давайте просто сейчас не в виде визитной карточки, а просто посмотрим небольшую такую зарисовку, в которой вы просто увидите какие-то знакомые лица. Наверняка знакомые лица. И просто окунетесь еще раз в ту самую атмосферу, в которой вы привыкли находиться. В атмосферу любимого лицея, в атмосферу любимых школ, в которых вы работали. Давайте посмотрим. Спасибо. Спасибо. ПЕСНЯ 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 Спасибо вам, Светлана Юрьевна, что пришли к нам сегодня. Дорогие друзья, у нас в гостях на программе была Светлана Юрьевна Кузовкова, директор лицея номер один. И я желаю всем учителям брать пример в плане неуспокоенности, неугомонности, беспокойства, в хорошем смысле этого слова. Именно таким и должен быть хороший учитель, хороший современный учитель. А мы сегодня вместе с Светлана Юрьевной с удовольствием, я надеюсь, обоюдно повспоминали обо всем, что было. Всего доброго. Спасибо.